Всем привет дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Инесса Пирогова. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня приготовим очень вкусный пирог с мясом, который по сочетанию продуктов напоминает чизбургер. Начинка в пироге сочная, а тесто мягкое. Обязательно приготовьте такой аппетитный пирог и вы просто не сможете от него оторваться. Разведем 5 граммов сухих дрожжей в 200 миллилитров теплой воды или молока. Жидкость не должна быть слишком горячей, температура должна быть примерно 40 градусов. Добавим 2 чайные ложки сахара, немного муки. Все перемешаем и оставим на 10 минут. Если опара вспенилась, то дрожжи хорошие и можно продолжать делать тесто. В опару добавляем одну чайную ложку соли, перемешиваем. Выливаем опару в миску с мукой. Муки берем 450 граммов, включая муку, которую мы добавляли в опару. Добавляем одно яйцо, оно должно быть комнатной температуры, и 40 граммов растительного масла. Замешиваем тесто. Оно должно получиться мягкое, слегка липнуть к рукам. Выкладываем тесто на стол, добавим немного муки, чтобы тесто не прилипало, и вымешиваем около 5 минут. Слегка присыпаем миску мукой, выкладываем тесто, накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте примерно на час, до увеличения в два раза. Пока тесто поднимается, займемся начинкой. 600 граммов фарша обжариваем в течение 15 минут, чтобы из него выпарилась влага. Огурцы нарезаем кружочками. Если огурцы большие, берем 2 штуки, если поменьше, то можно взять 3-4 штуки. Одну луковицу нарезаем кубиками. 150 граммов сыра натираем на крупной терке. Тесто разделим на 2 части, 2 трети и 1 треть. Большую часть теста раскатываем в большой круг, который покроет дно и стенки разъемной формы. У меня форма диаметром 25 сантиметров. Форму смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто. На тесто выложим фарш. Разровняем. Поливаем кетчупом и снова разровняем. Кетчупа не должно быть мало, чтобы начинка не получилась сухой. Затем выкладываем слой лука. И слой огурцов. Посыпаем сыром. Меньшую часть теста раскатываем по диаметру формы. И накрываем начинку. Защипываем края и заворачиваем их внутрь формы. Накрываем пирог полотенцем и даем ему подойти в течение 15 минут. Вверх пирога смазываем желтком с молоком. Сделаем небольшое отверстие, чтобы во время выпекания выходил воздух. И посыпаем кунжутом. Ставим пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Если верх пирога зарумянится слишком быстро, накройте форму фольгой и продолжайте выпекать. Вот какая красота получилась. Обязательно приготовьте такой пирог для себя и своих близких. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!